Да, итак, мы наконец начинаем наш новый читальный сезон. Мы, это наш прекрасный проект Стихи ПРО. Это я, Лёша, Лена, Наташа и Лёля. Да, в общем, все, ну, вы нас знаете, не знаете, узнаете ещё. Вот, итак, я что-то хотела сказать, как обычно уже забыла. Итак, в этот раз мы новый наш сезон начинаем с неожиданного вечера, поскольку в этот раз все будут читать кратко и ёмко, то есть по одному тексту, потому что все обычно хотят почитать очень много, мы все этим грешим, включая меня, вернее, с меня начинаем и заканчивая. В этот раз, к сожалению, никому не удастся очень много чего-то поговорить, кроме замечательного поэта Илья Лениненко. Ненко. Вот, я так мучилась, я всё время пустую. Прости, пожалуйста, Илья, да, кроме Ильи Ненко, который к нам приехал из замечательного города Нижневартовска, где он жил последние три года, как он обычно, как мне уже несколько раз сказал. И, соответственно, поприветствуем Илью, поприветствуем меня, поприветствуем всех, поприветствуем главные коллеги. Я себя чувствую, как на парке собраний. Удачно отбрели. А хозяйку представим? Да, это Юлиана. Юлиана? Я буквально два слова скажу. На парке собраний. Всех рада приветствовать от имени нашего прекрасного заведения, от имени крепких напитков. Кто-то первый раз, кто-то у нас уже второй раз. Собственно, добро пожаловать, чувствуйте себя как дома. Хорошего всем вечера. Систему нашу вы поняли уже, да, что вы покупаете любые напитки в магазине. Здесь это все можно употребить, на благо, в удовольствие. Ну и, собственно, рады будем видеть вас снова и снова в качестве гостей, в качестве клиентов, друзей. И, собственно, вот и вернусь все. Хорошего вечера вам. Итак, сегодняшний вечер, это у нас вечер одного верлибра. Поскольку неожиданно выяснилось, что верлибр у нас как-то в Екатеринбурге очень сильно не любят. Что я считаю совершенно несправедливо, поскольку верлибр хороший. Точно так же, как и... Не верлибр. И не верлибр, да. Точно так же, как называется и ритмический стих. Поэтому... Юля. Вот что значит хороший филолог-критик. Катя, давай уже не ругайся. Ладно, ругаться я не буду. Итак, значит, чтобы восстановить справедливость, мы решили провести вечер одного верлибра, чтобы всем было хорошо. И регуляторам, и нерегуляторам. Поэтому суть вечера в том, что каждый присутствует, считает по одному тексту. Боже мой, пока я готовилась к вечеру, я поняла, что не все понимали, что такое верлибр. В итоге я сама уже не стала понимать, что такое верлибр. Поэтому я говорила всем тупо, это когда без ритмы. Хотя нет, это когда без ритмы. Я знаю, но это было проще. В общем, верлибров оказалось много, но хотя бы, хотя бы. Я человек мягкий, я на все согласна, что поэтому хотя бы без ритмы. Итак, значит, перед тем, как мы начнем, я в качестве пиар-агента, неизвестно чего, а расскажу вас так много, просто я сразу всех разом обоюю. Хотя так не говорят, но неважно. Итак, в общем, с понедельника, с понедельника, всех предупреждаю, в городе Екатеринбурге начнется неделя Нижнетагейской поэтической школы. Дело просто в том, что все мы немножечко тут хорошо и весело собрались. Если кто знает Нижний Тагил, Нижний Тагил, поднимите руки, пожалуйста. Ой, Нижний Тагил, очень много. Да, нас на самом деле много. Есть такая вещь, как Нижний Тагильская поэтическая школа, она же не Нижний Тагильский поэтический ренессанс. Я уже выучила это все наизусть. И, соответственно, мы решили, так скажем, у нас приезжает Елена Сунцова из Нью-Йорка, и по этому поводу мы решили устроить сразу несколько прекрасных мероприятий. Тем более есть поводы. У Руслана Камадье вышла новая книга в изнательстве, у Елены Сунцовой. Елена Сунцова сама просто приезжает, а у Лены Боингуловой вышла... Лена Боингуловой, не отвлекайся. Вышла книга в изнательстве «Русский Голивер». Поэтому в понедельник у нас в этом же месте, в 19.30 вечера, будет, во-первых, презентация книги Елены Боингуловой, на которой отжидается Елена Боингуловой и другие высокие гости. Во вторник. Музеи литературы Урала у Юлии Подлубновой. Вот Юлия Подлубнова. Значит, а точно так же в 19.30 будет авторский вечер Елены Сунцовой. Советую всем прийти и на первый вечер, и на второй, поскольку там будут еще книги издательства «Аур». И вообще будет очень все увлекательно. В третий вечер, в среду, приходим снова сюда же. В 19.30 будет презентация книги Руслана Камадея, которому в этот день я что-нибудь скажу гадкой, но без остальных. Вот. И в четверг, в 18.30, мы снова все идем к Юлии Подлубновой, где у нас намечается презентация 9 и 10 номеров журнала «Урал». В 10 номере журнала «Урал», 10 номер вообще посвящен памяти Евгения Владимировича Туренко, и там, соответственно, будут тексты Евгения Владимировича, а также воспоминания участников Нижнедагильской школы о Евгении Владимировиче. Вот. Нас, в принципе, узнать здесь всех очень легко. Вот Алексей Сальников. Вот Елена Михеева. Ничего. Ничего. Вот Елена Михеева. То есть мы все вон тут живые. Вот Лена Баенгулова. Вот Руслан Камадея. Вот я, Катя Симоновна. У меня не узлать сложно. Я громкая. Вот там сидит еще Ярослава Широкова, который не совсем к нам относится, но который тоже училась. Евгения Владимировича. Если она к нам не относится, то она тоже с Тагилой. Нет, она тоже с Тагильской. Я так понимаю, это сильная просто Тагильская спайка. Но, к сожалению, мы не сможем увидеть Татьяну Титовую, Наталью Стародопцеву, которую достаточно редко. Я не знала, что он будет, она приедет. Куда? Я ей звонила. На который из... Она сама выберет. Она... Ох. Но, возможно, Наталья Стародопцева сама выберет и приедет тоже на один из вечеров. Мы будем, правда, действительно очень рады. Хотя Колтышевая сказала, что она никуда не приедет. За ней только в течение месяца. Я ей звоню тоже Колтышевой. Да, вот. Итак, значит, последнее. Если кто-то не хочет выходить, нам нас, блин, очень много. Можно не выходить. Если я кого-то не знаю, но кто-то хочет прочитать текст, просто мне тихонечко скажите. Илья, ты помнишь, ты должен мне махнуть. Да, у нас свои секреты. Итак, а теперь я сюда зову Алексея Санникова, который будет вести это прекрасное, замечательное мероприятие. Здравствуйте, Марина. Я вас очень хорошо вижу, а я, наконец, выпью. Я всех за летом бери за... Вот это Катя, Катя, Катя. Да, да. Вот эти минусики, ты знаешь, человека нет, а уже все. А, нет, насчет биток Горнева, который нет пока что. Но она обещалась. Но биток пока нет. Хотя это тоже нежнодоргийская поэтическая школа. Так, ты пока их всех... А, Лариса пришла. Григория Тарасова я не вижу? Не было еще. Не было еще. Как это поменять, что она пришла? Плюхиком. Если что, я скажу. Ну ладно, ладно. Так, Руслан от нас уезжает в Тагил. Давайте Руслана послушаем. Давайте я за Руслану начнем. Он третий. Он третий. Нет, он четвертый. Нет, если Горневый нет, значит четвертым. Все, значит, я умолкаю, иначе я никогда не заткнусь. Я наконец сяду. Леша, иди. А ты просто можешь даже не выходить, ты просто можешь по именам называть. Александр Костарев. Я тут сказал все равно. Саша. И будет медленно выбираться. Медленно выбираться, да. Я все-таки выпил. Да, вот же, блин, точно. Как это сделать? У меня хорошая память на лица, но плохая память на ту, где я их видел. Это называется страна должна знать свои герои. Ну, я, конечно, рассчитывал где-нибудь в конце быть, но... Ну, что же вы? Я бы тогда в Светлане был перерапит. Если бы ты был в конце, ты бы уже из-за тела просто не выгодил. Ну, я просто так. Я долго иду. Я долго иду. Ну, всем привет. Я не люблю либры, так как любите их вы. И в то же время я, хочется верить, как-то поборол в себе эту почти первобытную фобию, да, перед ними. И сначала я думал прочитать чуть ли не единственный свой верлибр про хиппи, кошек и Веру Полоскову. Это такой ремикс моего любимого стихотворения в этом жанре. Разумеется, речь идет о тексте Блока. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнен в комнату ароматом воздуха и духов. Но этот верлибр я тоже сегодня читать не буду. Мне кажется, многие уже догадались. А если кто-то не догадался, то вот именно в эту секунду вы понимаете, что все это время я читал и продолжаю читать стихотворения. А что? Разве с вами никогда раньше не случалось подобного? Какие-нибудь чтения, выходит поэт, начинает что-то говорить, вступление затягивается, вы отвлекаетесь. А потом даже не замечаете момента, когда заканчивается болтовня и начинается верлибр. Подождите, подождите, плеваться. Я сам горячо люблю некоторые верлибры, но не такие длинные. Без этих воспоминаний, что автор ел на завтрак, как добирался до работы, как плохо ему было в дурацком офисе. И неважно, какие чудесные открытия ждут нас в конце. Стихотворение испорчено. Когда я писал этот текст, да-да, специально для сегодняшнего вечера, я подумал, что верлибр – это нечто среднее между проповедью священника и монологом стендап-комика. Кстати, несколько дней назад я прочитал подобную мысль в интервью Алексея Сальникова и немного огорчился. Как огорчаюсь всегда, когда сталкиваюсь с подобными совпадениями. Я думаю, вы меня извините, если я все же прочитаю вышеупомянутый стишок про кошек. Конечно, прочитаю. Что, собственно, мешает мне целиком включить текст того стихотворения в текст этого? Это же верлибр. Ничего не мешает. Я пришел к ней с понедельника на вторник, весь вспотевший, от того, что быстро поднимался по лестнице на пятый этаж. На моем плече висела сумка, наполненная котом. Дело в том, что мы давно хотели познакомить наших животных. А еще она с детства мечтала раздавать маленьких милых котят всем знакомым. Я выпустил Мишку из сумки. Он сразу обнюхал. Толстый том художественного журнала, валявшийся на полу. Она предложила мне чаю. Я согласился. Все это было немножко досадно и довольно нелепо. Я зачем-то начал читать ей вслух книжку Веры Полосковой, подвернувшуюся мне под руку. И когда я дошел до того момента, где она уже все и всем доказала, я заметил, что называется краем глаза целующихся в коридоре кошек. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а кошки. И что прошли времена голых прекрасных хиппи. Я бы сказал спасибо, раздавить бы аплодисменты. Я бы, не отняв у вас много времени, спокойно уселся на свое место. Каким дураком я бы был, если бы так и поступил? Ведь чудесная форма, чудесная форма Верлибы позволяет сказать все, что хочешь. Что важно, не важно, чепухи наболтать несусветной. Стоп! Да я ведь могу устроить здесь творческий вечер, не нарушая при этом никаких правил. Сказано одно стихотворение. Окей, одно стихотворение. Ну что, поехали? В те древние нетрудные года, я жил побольше счастья в интернете, повсюду процветало. Ладно, 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 ладно. Даже Верлибры не в силах остановить ход времени. Когда внешние ограничения отброшены, приходится прислушиваться не к созвучиям слов, но к самому себе. Последнее. Верлибры в общей массе поэтических текстов, как гомосексуалисты в человеческом обществе, вроде такие же люди, живут себе спокойно, никого не трогают. Так нет же, столько шума вокруг них, столько споров. Строгий, традиционный стих, застегнутый на все пуговицы точной рифмы. Подтянутый ямпы летучной амфибрахиан Апистович в нелепом цилиндре смотрит на него с презрением через монокль. Как бы спрашивая, зачем? Я же не устраиваю парады в центре города. Зачем этот вечер одного Верлибра? Но мы постоим, посидим, почитаем, крикнем, как провокатор на манежке или проспекте Сахарова. Предатели, изменники, проститутки, обольем кого-нибудь краской, станцуем на голове у патриарха, ухо себе отрежем в конце концов. Хватит лозунгов, хватит золотистого меда, струя из бутылки текла, так текучей долго, что, мол, ведь хозяйка успела. Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем. И через плечо поглядела. Вот за это я не люблю его. Евгений Чемякин следующий. Всем добрый вечер. Собственно, продолжая эту тему, я тоже достаточно летом пишу Верлибры. Но так получилось, что этим летом написался целый цикл воспоминаний о детстве. В общем, один стишок из этого всего цикла. Солнечного затмения ожидали, как праздников. Казалось, такое случается раз в жизни. Папа принес накануне с улицы темные стекла, чтобы смотреть всей семьей на солнце. Он ходил, волнуюсь, и я волновался тоже. Еще бы, такое событие раз в жизни. Всемирные катастрофы, землетрясения, цунами, взрывы вулканов. Все уступает. Сейчас, спустя многие годы, я вспоминаю чаще не то, как солнце на полминуты скрылось. Сказать по правде, не слишком впечатляющее зрелище. Даже темно не стало. А то, как мы стояли втроем на балконе. Мама, папа и я между ними. Смотря за дыхание, смотрели на солнце сквозь темные стекла. Я обнимал их, и казалось, что чудо происходило. И чудо происходило. Спасибо. А теперь начинается череда людей, которых я помню. У меня они одновременно, ну как бы, имя, фамилия и, значит, лицо. Маша Кротова, выходи. Надо ее здесь не видеть, потому что мы... А вот у нас. Ладно, такое-то у меня. Я думала, это околесится. Я думала, это околесится и это казальский. У меня просто тетрадочка была, называлась околесится. Я туда всякую такую ерунду записывала, потому что ее потеряла. Я толкаюсь про толпе, про человека с дубиной, сама дубина дубиной. Когда наговый залеешь, тогда только страшно. Все, спасибо. А что мне кричать из угла? Руслан Комадей, бедный ты человек. Ему надо уезжать. А он зачесался еще глубже, еще закопался там, еще под панельку закинь. Я же поеду в Тагир, который со следующей недели, так сказать... Руслан Лешин, Мишкинадов... Да я помню, Лена. В общем, я прочитаю текст Геннадия Каневского, так сказать, по рекомендации Екатерины Симоновой. Не по рекомендации, а по устойчивой просьбе. И по своей собственной, так сказать, приверженности к стихам Каневского, некоторой. Вот, это один из новейших текстов Каневского. А мне ему передать, что у тебя только некоторые приверженности к его стихам? Или просто приверженности? Да, некоторые, конечно. Некоторые. Конечно. Коса сборка. Первое. Только ветер способен разговаривать с ветром. Второе. И когда ты прилег между ними в середине поперечной тропы через косу, где-то метров пятьсот, полпути от укрепрайона к песчаному пляжу. Третье. Ты подслушивал их разговор. Четвертое. И один из них был пресноводным, суховатым таким, лютеранским. Он дул от ангаров.